И ваша крыша вам послужит еще долгие годы, будет выполнена очень качественно. Ливни, ремонтируемая крыша выдержала стойка, по словам подрядчика, не затопила ни одну квартиру. Работы стартовали в мае, к середине августа кровлю обновят полностью. А чтобы жители не волновались, повесят информационные баннеры. В данный момент происходит демонтаж дефлекторов воздуховодов. Соответственно, они будут заменены на новые, так же, как и сама веншахта. То есть она будет полностью демонтирована и будет полностью собрана из нового материала. Крыша не единственное, что приобретет новый вид. Обновляют еще и двор. Лавочки, карусели и резиновое покрытие появились на детской площадке. Рядом благоустроили народную тропу. Осталось проложить асфальт на проездах и парковках. Ну а так были проблемы, когда пришлось выпилить некоторое количество сосен вековых. Но я всем говорю, что уже направлено письмо на компенсационную высадку. И здесь мы с вами все вместе, я думаю, что и депутаты, и Андрей Робертович приедем и посадим новые молодые сосны. Высаживать деревья будут осенью. Причем сразу крупномеры. Такое решение жителей устроило. Но оказалось, есть и другие проблемы. Если электричка 11.10, а в 11.9 автобус отходит к электричке, или там 12.36, а 12.34 идет к электричке, и вообще, если нет автобуса, это называется вредительство. Срывы, расписание, часовые интервалы и все это автобусный маршрут номер 13. Такая ситуация возникла после смены перевозчика. Мы тогда с Ханглером решили, помните, и увеличили автобус, и было какое-то время нормально. А потом, когда пришел Мус-Трансавт, у людей уже просто на каждой неделе 40 минут интервал, они есть. Понятно. В планах наладить работу маршрута и создать в ближайшей больнице аптечный пункт – это еще одно пожелание жителей. Ну а пока все внимание на комфортный двор. До завершения его благоустройства остались считанные дни. Качество его выполнения контролирует Министерство по содержанию территории и Государственному жилищному надзору региона. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».